МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарском регионе вновь пройдут рейды госавтоинспекции, информирует телеграм-канал городского департамента транспорта. Будут выявлять водителей, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения. Региональная госавтоинспекция напоминает, что статья 12.8 КОАП РФ предусматривает лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, вместе со штрафом 30 тысяч рублей. Если вам стало известно, что автомобилем управляет водитель в состоянии опьянения, вы видите неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия на дороге, сообщите об этом в управление госавтоинспекции по телефону 8 846 333 58 01 или 112. С 1 по 26 апреля в Самарской области пройдет эко-марафон «Переработка». Необходимо собрать 300 кг макулатуры и оставить предварительную заявку на сайте сдавайбумагу.рф. 300 кг макулатуры – это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или 850 книг, не имеющих литературной ценности. Основная задача акции – привлечение внимания людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над использованием природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов, сообщает телеграм-канал промышленного района. До 30 апреля каждый желающий может проголосовать за те объекты, которые, по его мнению, должны быть благоустроены уже в следующем году, пишет телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Сделать свой выбор можно на сайте 63.городсреда.ру. В 2020 году в Самаре преобразился сквер Аксаковых. По всему пространству разместили арт-объекты, изображающие разлетевшиеся страницы книги «Аленький цветочек». Появились фонтаны и уютные скамейки. Благоустройство общественных пространств проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова